Первый Казанский международный юридический форум. В Казанском федеральном университете обсудили актуальные темы мира ислама. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Состоялось подведение итогов конкурса на соискание казанской премии имени Завойского в числе победителей и лауреатов трое молодых физиков Казанского федерального университета. В номинации «Прикладные исследования» победителем стал доцент кафедры общей физики КНИТУКАИ Алмас Ифудинов, а в номинации «Фундаментальные исследования» доцент кафедры общей физики КФУ Руслан Батулин. Второе место поделили двое представителей КФУ – доцент кафедры радиофизики Института физики, доцент кафедры программной инженерии Института информационных технологий и интеллектуальных систем Александр Шемахин и старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории квантовая фотоника и метаматериалы, ассистент кафедры общей физики Института физики Антон Харитонов. В Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие первого Казанского международного юридического форума. О том, как это было, расскажет наш корреспондент. В Императорском зале Казанского федерального университета в торжественной обстановке состоялось открытие первого Казанского международного юридического форума. Во своей вступительной речи ректор Казанского федерального университета, кандидат юридических наук Ленар Сафин поприветствовал участников международного форума в стенах Казанского федерального университета, одного из старейших вузов Российской Федерации. Сегодня начинает работу первый Казанский международный юридический форум. Наш университет не случайно стал инициатором. Казанская юридическая школа гордится именами своих ученых в области гражданского, уголовного, международного права. Это такие выдающиеся ученые, как Солнцев, Мейер, Шершеневич, Фельдман, Фадкулин, Малков, Решетов. Сама тема форума «Право на право» весьма созвучна с современному времени. Сегодня важно отыскать точки опоры, на которые будет основываться внутренний и международный правопорядок. И мы хотели бы объединить правоведов, органы власти, юридическое сообщество для выбора экспертных позиций. И актуальные вопросы хотим обсудить на площадке нашего университета. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин зачитал перед участниками форума приветственное слово от президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Рад приветствовать участников первого Казанского международного юридического форума. Насыщенная программа мероприятий позволит не только выявить наиболее значимые проблемы юридической науки и образования, но и обсудить их с участием многочисленных представителей органов публичной власти и юридического сообщества. Подчеркивалось, что весьма символичным является тот факт, что наряду с петербургским и московским международными юридическими форумами теперь и в столице Татарстана, городе Казани, проходит столь крупное деловое мероприятие в сфере юриспруденции. Говоря о нашей прекрасной столице, отмечу, что Казань по праву занимает видное место в истории отечественного правоведения благодаря собственной юридической школе, сформировавшейся в стенах Казанского университета более 200 лет назад. В работе форума принимают участие представители отечественной юридической науки и зарубежных стран, видные государственные деятели, представители региональных органов государственной власти, профессорско-преподавательский состав, профессиональные юристы, молодые специалисты и студенты. Отметим, что форум проходит в гибридном формате. Часть выступающих и слушающих принимает участие онлайн. На форуме от имени председателя Государственного совета Республики Татарстан было передано благодарственное письмо начальнику управления юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан Максиму Скирдезу многолетний труд и вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан. Мэр города Казани, председатель попечительского совета юридического факультета Казанского федерального университета Ильсур Медшин в своем выступлении подчеркнул роль Казани в становлении российской юридической науки. Наш ректор с юридического факультета. Наконец-то юристы взяли вверх. ВМК, ФИСФА, кто? И вот наконец-то юрист во главе университета. Сложно переоценить роль Казанского университета в развитии юридической науки и образования нашей страны. С момента основания университета было создано нравственно-политическое отделение, где готовили юристов для большей части Российской империи от Волги до Дальнего Востока. С приветственным словом выступили и другие почетные гости юридического форума. Были выражены пожелания плодотворной работы, интересных дискуссий, новых идей и видных успехов в дальнейшей работе форума. Помимо официальной части состоялась и церемония награждения медалью и премией имени Дмитрия Мейера за выдающиеся достижения в области гражданского права. Их вручил мэр города Казани Ильсур Медшин. Лауреатом медали и премии имени Дмитрия Мейера 2022 года за развитие цивилистической практики стала академик Российской академии наук, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабреева. Естественно, я искренне благодарна за такой высокий знак отличия родного университета, тем более в такой торжественной обстановке, в первый день первого Казанского международного юридического форума. Лауреатом медали и премии имени Дмитрия Мейера 2022 года за развитие цивилистической науки стал заведующий кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета Владимир Ярков. Буду тоже прилагать все усилия для развития науки и доктрины, и гражданского права, и процесса, руководствуясь работами Дмитрия Ивановича. Спасибо огромное. Сразу после приветственной части состоялось пленарное заседание, в котором были заслушаны пленарные доклады участников. В частности, выступил полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации и Верховном суде Российской Федерации Михаил Борщевский. Слово «право» имеет два значения. Одно значение «право» как совокупность нормативных актов. То есть «право» вот в библиотеке стоит «право». А второе значение слова «право» – это возможность реализовать, возможность взять эти книги, возможность реализовать свое право, прийти в суд, доказать свое право, сослаться на закон, получить консультацию и так далее. В рамках форума на двух площадках эксперты в области права будут говорить о том, как в условиях глобальной неопределенности отыскать точки опоры, на которых будет основываться внутренний и международный правопорядок. В деловой программе предусмотрены выступления экспертов и открытые панельные дискуссии по злободневным темам, касающимся образования и карьеры. Зарина Аджахалилова, Тимур Табаров, Никита Акиншин, Андрей Багаудзинов, Хафиз Гараев, Универ Ньюс. 29 сентября на базе Института международных отношений Казанского федерального университета стартовал 12-й международный форум «Ислам в мультикультурном мире». Делегаты каких стран посетили мероприятия и какие темы были освещены – смотрите далее. «Ислам в мультикультурном мире» – форум, на который ежегодно съезжаются гости из разных стран и городов. Более 10 лет форум представляет собой одну из авторитетнейших экспертных площадок в области исламоведения, востоковедения, вопросов государственно-конфессиональных отношений и межконфессионального согласия, а также актуальных проблем современной исламской умы России – от образования и просвещения до профилактики идеологических девиаций в среде верующих. В этом году он проходит в два дня – 29 и 30 сентября. Организаторы мероприятия представили делегатам обширную программу – пленарное заседание, мониторинг, секции с наименованиями самых разнообразных тем и всероссийские конкурсы. 29 сентября в зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось пленарное заседание. Оно началось с приветственных слов представителей сферы науки и образования – первого проректора, проректора по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского. Наш университет получил федеральный статус 12 лет назад и сразу был взят курс на то, чтобы Казань и ее классический университет вновь стали мировыми центрами востоковедения, сломоведения, террикологии, арабистики. И здесь, безусловно, можно согласиться с фразой главы республики Рустамна Рогалевича Менихана, что сегодня Татарстан является своеобразными воротами вхождения в Россию со стороны исламского мира. Научного руководителя Института востоковедения Российской академии наук Виталия Наумкина. Мы приглашены сюда, мы каждый год стараемся приезжать на это замечательное мероприятие, одно из самых интересных, наверное, в России, посвященных исламу, проблемам ислама, исламоведения. Заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рината Ислямова. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, всего нашего духовенства и себя лично приветствую вас братскими мусульманскими пожеланиями мира, милости Всевышнего и его благословения. Молю Господа миров даровать успеха и плодотворной работы вашему собранию, направить итоги совместной интеллектуальной работы на достижение гармоничного развития обществ, народов и государств в современном мире. Ректор Российского Исламского Института Рафика Мухаммедшина. Российский Федеральный Университет не только благодаря данному международному форуму, вообще для нас является для Исламских учебных заведений Татарстана важнейшей площадкой. Мы, начиная с 2007 года, работаем активно с Федеральным Университетом. Мы прошли очень большую школу. Благодаря Федеральному Университету мы учились многому. И исполняющего обязанности ректора Болгарской Исламской Академии Айнура Тимирханова. Это мероприятие проходит, как я уже сказал, в юбилейный год тысячелетия принятия Ислама в Волжской Болгарии. Несомненно, принятие Ислама нашими предками стало эпохальным событием, навека определившим ход и характер дальнейшего развития Ислама и всей мусульманской умы в России. Оно обеспечило впоследствии значительный вклад российских мусульман в общеисламское и общемировое культурное наследие. Далее участники форума представили свои доклады. Делегаты из России, Турции, Алжира и Йемена озвучили свои мысли касательно актуальных и волнующих тем в мире Ислама. Каждый из спикеров отразил в выступлении свой взгляд на проблемы и неоспоримо хорошие стороны Ислама в межкультурном мире. Форум ежегодно собирает признанных ученых, представителей органов исполнительной власти, духовенства для совместного обсуждения и обозначения траектории сохранения и развития мира и конструктивного диалога в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Универньюс. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Прежде чем перейти к основной повестке дня, необходимо решить организационные вопросы, коллеги. Ученым советом в качестве заместителя и председателя совета были избраны Таюрский Дмитрий Альбертович, доктор физико-математических наук, профессор, первый проректор, проректор по научной деятельности. И Хашов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, проректор по административной работе и руководитель аппарата. Если у члена совета нет возражений, предлагаю оставить Дмитрия Альбертовича и Андрея Николаевича заместителем председателя совета. К теме ученого совета вернемся в одном из следующих выпусков. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!